Скажите мне, пожалуйста, кого можно назвать верным? Бога. Бога можно назвать верным. Еще кого? Иисуса. Крестьяна. Крестьяна. Крестьян можно назвать верным. Человека можно. Можно человека. Какого? Вот когда можно сказать, что человек верный? Когда он верит в Бога. Нет, это верующий. А верность, вот верность, вы видели когда-нибудь в жизни верность? Верность. Ну вот кто-то такой верный, он показал свою верность. Хорошо, а вы хотели бы быть верными? Да. Хотели бы быть? Да. Да, если мы подумаем, какое слово противоположное верности, то мы бы точно не хотели такими быть, да? А верными хотели бы быть? Да. А вы верными Богу являетесь, когда приходите сюда, и с субботы в субботы приходите сюда. Вы показываете Господу свою верность? Да. Когда вы сюда приходите, вы тем самым показываете Господу верность. Когда вы к Нему приходите, у Него просите благословений, просите у Него сил, и самое главное, все время надеетесь на Него. Вы проявляете верность Ему, вы не на кого-то другого надеетесь, а на Господа. Вы проявляете верность Ему. Поэтому вы тоже эту верность показываете. А когда мама ухаживает за ребенком, она проявляет верность? Да. Давид. Да, мама всегда верна своему ребенку, она заботится. Заботится. Маме нужно напоминать заботиться, или она сама помнит? Сама. Да, она сама это всегда делает. Вот сегодня я вам хочу рассказать об одной собаке. Я не знаю, как ее... Кличку не знаю ее. Я не знаю, как ее зовут. Но я узнала о верности этой собаке. Эту собаку я увидела в окно поезда. Я ехала в поезде, увидела в окне собаку. Она бежала за вагоном. Поезд едет, а собака бежит. Откуда вывзялась эта собака? Чья это собака? Почему она бежит? Может, она хочет, чтобы мы ее взяли в вагон? И вдруг вот то, что произошло дальше, было очень удивительно. Из последнего вагона кто-то выбросил газету. Собака остановилась, резко повернулась и кинулась к этой газете, как будто бы там были написаны собачьи новости. Она схватила эту газету и побежала. А поезд как раз проезжал мимо холма, он поворачивал. И собака побежала мимо этого холма, далеко в долину. И пока я смотрела, подошел проводник. Я заговорила с ним об этой собаке. Проводник говорит, да, это очень верная собака. Ее хозяин живет вот не этот холм, а дальний холм. Там через долину виден был следующий холм. И вот на склоне этого холма маленький домик. И хозяин этой собаки жил в том домике. А место было безлюдное, гористая такая местность. И только вот тот домик я увидела. И собака каждый день прибегала к этому холму. И всегда было в одно и то же время, когда проезжал этот поезд. Зачем она туда прибегала? Ей бросали газету. Она брала эту газету и относила хозяину. Каждый день. И никогда не опаздывала. Ей нужно было очень далеко бежать, чтобы добежать до этого поезда и прибежать вовремя. Я удивилась, говорю, а как же она зимой бегает? Там снега наметала, что даже впереди поезда шла снегоочистительная машина. А проводник говорит, для этой собаки нет никаких преград. Она и в дождь, и в холод, в мороз, в снег. Все время в это время здесь ожидает газету. Получит газету и убегает. Я посмотрела, собака бежала уже далеко. Она была такая маленькая. Ее еле-еле видно было. Вот такая верная собака. Верность – это качество Бога. Иисус был верен на земле. Он верно выполнил все, что поручил Ему Отец. И сегодня Он продолжает каждый день ходатайствовать за нас. Каждый день. Каждый день легко что-то делать? Нелегко. Нелегко. Но обратите внимание, собака не просто туда-сюда бегала. Она каждый раз приносила газету. То есть она делала то, что хотел хозяин, чтобы она сделала. Иисус сегодня тоже каждый день служит. Каждый день Он слышит наши просьбы. Каждый день Он ходатайствует за нас. Каждый день Он остается верным нам. Давайте мы попросим Господа, чтобы мы тоже были с вами верны. Верны в малом. Каждый день, чтобы в малом мы оставались Ему верны. А от верности в малом будет расти наша вера. Помолимся. Кто-нибудь хочет? Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что мы пришли в этот храм. Спасибо Тебе за то, что мы сейчас здесь служим. Спасибо Тебе за то, что пришли мы в этот храм. Спасибо Тебе за то, что Ты здесь присутствуешь. Спасибо Тебе за то, что мы сейчас можем, потому что у нас есть такая возможность служить Тебе. Помоги, пожалуйста, чтобы те, кто верит сейчас, не бросали это тело, и чтобы все время верили в Тебя. Аминь. Спасибо Тебе за то, что ты здесь присутствие. Спасибо Тебе за то, что ты здесь присутствие.